Всем привет! Вы на канале Бисквит. Сегодня я покажу, как сделать пион из пластичного шоколада. Ингредиенты в инфобоксе под видео. Для приготовления пластичного шоколада нам потребуется 100 грамм растопленного шоколада, 30 грамм жидкого меда. Мед и шоколад должны быть одной температуры. Все хорошо перемешайте до загустения. Как только шоколад собрался в комок, переложите его на пищевую пленку. Пластичный шоколад я делаю тонкими пластиками, так потом с ним проще работать. Отправьте в холодильник стабилизироваться не менее чем на 1 час. Итак, шоколад стабилизировался. Отломите кусочек, остальное пока отложите в сторону. Перед тем, как лепить, шоколад необходимо размять, чтобы он стал более пластичный. Кусочек шоколада раскатайте в тонкий пласт толщиной не более 1 мм. Из этого пласта мы будем вырезать лепесточки для нашего пиона. Крепить их будем к основанию. Из кусочка шоколада скатайте шарик, это и будет основа. Специальным инструментом или обычным ножом вырезайте небольшие лепесточки вытянутой формы. Край лепесточка истончите стеком или пальцем, а основание лепесточка оставьте плотным. Готовый лепесточек прикрепите на основание. Делайте еще несколько лепесточков. Лепесточки крепите на основу по кругу, рядом с друг другом не внахлёст. Готовый лепесточек Дома очень жарко и шоколад очень быстро тает в руках, поэтому я охлаждаю руки при помощи льда либо аккумулятора для термосумки. Лепестки второго ряда я креплю на стыке лепестков нижнего ряда. Для третьего и четвертого ряда я делаю лепестки уже побольше. Их можно вырезать также при помощи ножа либо при помощи вырубки. Крепится лепесток также на стыке нижнего ряда. У лепестков третьего и четвертого ряда я делаю небольшие надрезы на край лепестка. Такой же как у настоящего лепесточка пиона. Края лепесточков истончаю, чтобы лепесточек был более изогнутый прокатываю серединку и креплю к нашему цветочку. Также на стыке лепестков. КРИКИ Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы лепесточки выглядели более натурально, подкрасьте края жирорастворимым красителем. Чтобы цвет не был очень насыщенным, я добавила в краситель немного водки. Лепесточки можно окрасить как уже на готовом изделии, так и при изготовлении каждого лепестка. Вырезаю лепесток. Делаю надрез. Прокатываю край лепесточка стеком. И слегка подкрашиваю край лепестка. Первые 2-3 ряда накладывайте на основание более плотно. Последующие ряды делайте более свободными, чтобы лепестки казались раскрытыми. Следующие ряды лепестки делаем еще крупнее. И на каждом лепестке по 2 надреза. Посадка-лепестка OLED-100 Teddyるázки Подпишем лепестки из это дверens de этим светом. Пос установлены лепесткой. Следующие объекты заある сделок. Посадка-лепестка. Помогайте мы clue попами дiciерной. Дальце быстрее у Midwest. Посадка-лепестки. Подпишем лепестка. Посадка в китайский метр. Пророка-лепестка. Дома очень жарко, около 32 градусов. Для того, чтобы проще было работать шоколадом, готовые лепесточки я слегка охлаждаю, кладу их на лед. С охлажденными лепестками уже проще работать. Пока готовятся лепестки, сам цветок я убираю на время в холодильник. Идеальная температура для работы шоколадом это 18 градусов. Тогда таких сложностей с охлаждением изделия не потребуется. Чем ближе к краю, тем лепестки более раскрыты и более изогнуты. Придавайте им форму при помощи стека или пальца или любого круглого предмета. Для того, чтобы не смять крайние лепесточки, в серединку втыкаю зубочистку. При помощи зубочистки легче поднять цветок и это является опорой при креплении лепестка к цветку. Готовое изделие охладите. Вот такой пион у нас получился, слегка распустившийся. Цветы из пластичного шоколада это прекрасный декор для тортов и пирожных. Если вам нравится делать изделия из пластичного шоколада, подписывайтесь на канал и будет еще много интересного.